Привет всем зрителям и подписчикам моего канала. Что вы видите перед собой? Напишите в комментариях, кто сразу узнал. Да, это гривна киевского типа. И этот ролик будет посвящен именно гривне. Но он не просто так. Меня вдохновило на это видео интересный лот на сайте Виолити. Это гривна, настоящее археологическое золото, которое выставлено сейчас на торгах. Это шейные украшения. Я в первый раз увидел, что такое может быть. Действительно очень интересный лот, огромное количество ставок. И сейчас в момент, когда кризис, много лотов интересных попадает на Виолити. Так что ссылочка на него будет в описании. Мы видим прямо сейчас здесь, перед вашими глазами, это копии гривен, гривна киевского типа. Вот эта копия произведена была национальным банком. Тут даже вот есть такой сертификат и штампик с номером. И даже сертификат есть подлинности и того, что это производилось на... Производилось НБУ с характеристиками. Вот, конечно же, в моей коллекции в будущем появится гривна киевского типа. Я очень хочу. Так что, если кто нашел, пожалуйста, предложите мне. Я готов буду вас купить такую. Конечно, цены на них держатся, держатся довольно долго. И даже несмотря на кризис, порядка тысячи долларов просят за такую находку. Вот, у меня есть копии, причем довольно интересные и довольно разные. Покупал также я их на сайте Виолити. Но вот это, например, очень-очень один в один с гривной, которую выпускал Национальный банк. Просто мне такое ощущение, что это делалось на одном заводе. Но здесь не серебро, а вот так вот она подточена. А сейчас вы увидите тот лот, который просто вдохновил меня на то, чтобы показать вам эти гривны. Сказать, что я хочу это собирать. Это интересно. Это наша история. Смотрите. Вы видите перед своими глазами настоящую шейную гривну. Просто феноменально. Если бы у меня был такой бюджет, я бы наверняка захотел себе в коллекцию именно этот экземпляр. Давайте посмотрим короткий ролик, который сделал Виолити конкретно под этот лот. Он очень красивый. Слово гривна известно каждому жителю нашей страны как название денежной единицы независимой Украины, а ранее Киевской Руси. В древние времена это элитное украшение. Шейные гривны из золота как символ власти и богатства в Западной Европе появились у кельтов не позднее конца VII века до н.э. На территории нашей страны известны высокохудожественные гривны скифов и сарматов. Величественная гривна, которую мы представляем, имеет простую, строгую форму. Какие-либо художественные элементы или застежка, характерные для гривен культур развитой античности, отсутствуют. Датировать артефакт можно вторым началом III века нашей эры. Артефакт будет звездным элементом самой изысканной коллекции античных предметов и достойным экспонатом музея любого уровня. Ссылку на лот вы найдете в описании под видео. Вы посмотрели небольшой ролик про этот лот, ссылочку на него я оставлю в описании. Также хочу вам показать тоже гривну в необычном исполнении. Эта гривна, посмотрите, она закатанная, она сделанная как сувенир полностью в оргстекле. И довольно креативно и интересно. Конечно, как коллекционный материал это сложно посчитать, потому что это сами по себе гривна нередкая. Но это как произведение искусства, сделать так необычно. И довольно большая цена, 4000 гривен, как для обычной гривны. Но в каком исполнении? Вот такой вот лот я встретил на Виолите. Друзья, если вам понравился этот ролик, поставьте, пожалуйста, лайк, напишите ваши комментарии. Подпишитесь на канал Виолите, там много разных обзоров и довольно интересных лотов. Всем пока, друзья!